Андрей Федорович, вы как человек, который, скажем так, с тайгой не понаслышке знакомый, да? Многие тропы прошли, курируете сейчас туризм в общественной палате. Давайте, вот позиция общественной палаты какова может быть и прогноз небольшой. Ну, я не буду закрываться мнением общественной палаты, я скажу свое мнение. Я вот в чем единственное, не согласен с коллегами, мы вообще здесь не должны оправдываться. Вот перед кем мы оправдываемся? Мы живем так, как нас диктует нам жить природа, да? Почему какие-то московские ребята должны учить нас жизни здесь? Вот, к сожалению, здесь все гораздо глубже и печальнее, потому что есть определенная тенденция. Вот им там внутри Садового кольца, вот в модных пиджачках, да, им хочется интегрироваться в европейскую культуру, да? А это, я считаю, это диверсия против национальных культур. Потому что начинать надо с национальных культур. Вектор должен быть направлен в другую сторону. Вот из национальных культур должна складываться некая единая культура, да? Которую можно назвать общечеловеческой. Мне кажется, это так. Потому что есть законы природы, а есть законы, придуманные людьми. Но главные-то законы, и мы живем по законам природы. Поэтому будьте любезны, обращайте внимание на нас, спрашивайте, как мы живем. Как могут люди в Москве, которые воспринимают медведя, как этикетку на конфетке, которой они закусывают виски, да? Сравнивать с людьми, для которых медведь это опасное животное. Сейчас очень много вообще спекулируется на любви к животным. И когда слышишь о таких законах, а что вы вообще так остановились-то? А давайте вообще серьезнее бороться. Вот есть тушенка, да? Для тушенки же надо убить животное, да? Вот давайте, парламентарии, у меня к вам предложение. Давайте издадим закон. Пусть теперь свиньи и коровы будут рождаться прямо внутри банок из-под тушенки. Пусть будет такой закон. Вот то, что я предлагаю, это сродни той глупости, которую мы слышим в этом законе. Это те же самые собаки. У меня предложение, чтобы сохранить собак и как-то найти контакт с нашими депутатами московскими, давайте пригласим их сюда. И вместо собак запустим к медведю за ограду. И вот посмотрим, как они будут себя вести. Помните полосатый рейс, когда видняжка вон оказался внутри с львом? Вот будет, наверное, что-то похожее. Вот хочется на них посмотреть. Держите, держите. Я еще не передал сообщение. Ой, братцы! У него слюна с клыком капает! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!